Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Шокирующая находка. В нефтяниках в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного ребенка. Диалог с властью в режиме одного окна. Как работает платформа обратной связи? Какие проблемы теперь омичи смогут решать еще более оперативно? Добавили время, чтобы все желающие могли поддержать родной город. Голосование за молодежную столицу страны продлено. Как сделать свой выбор прямо сейчас? На тушение огня ушло почти пять часов. Пожар в селе Екатерининское унес жизни двоих человек. Повековечить подвиг современных героев. Нам бы хотелось создать новый зал, новую экспозицию, которая расскажет о событиях специальной военной операции. Как и чем будут наполнять выставку в 72-й школе? Начнем выпуск с новых подробностей трагедии в нефтяниках. Эксперты выяснили, что гибель малыша, которого омичи нашли в мусорном баке, наступила уже после его появления на свет. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Напомню жуткую находку. Житель одного из домов по улице Малиновского случайно обнаружил накануне вечером. Он пошел выбрасывать мусор и заглянул в подозрительный пакет, который привлек его внимание. Внутри был погибший новорожденный младенец. К расследованию трагедии подключился Следственный комитет. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти малолетнему. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление матери-ребенка и выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Другим темам омские студенты медколледжей будут получать ежемесячную выплату. Речь о целевиках, которые учатся по специальности «сестринское дело». По поручению губернатора Виталия Хаценко с 1 февраля следующего года им будут выплачивать по 3 тысячи рублей ежемесячно. Из областного бюджета для этого выделят более 3 миллионов рублей. Мера поддержки не новая. Ранее такую выплату уже получали студенты, которые учатся на фельдшеров. Теперь она охватит больше обучающихся. Ожидается, что благодаря этому частично удастся решить проблему кадров в здравоохранении на селе. Голосование за звание молодежной столицы России продлили до 21 декабря. Сделать выбор можно будет до 9 утра по московскому времени. С пользой использовать дополнительное время призвал ли Виталий Хаценко, нужно активно включаться в голосование на сайте Дома молодежи. Добавлю, что сегодня на G-Drive-арене пройдет необычный матч авангарда. Там будет очень много активности на тему голосования за молодежную столицу. Поболеть за любимую команду и помочь победить родному городу может каждый желающий. Между тем, омичи голосуют не только по отдельности, но и целыми учебными заведениями. Так, студенты кадетского военного корпуса уже внесли свою лепту в победу Омска. Курсанты уверены, что наш регион достоин стать центром притяжения молодежи. Напомню, что за право принимать мероприятия всероссийского масштаба Омск претендует наравне с Красноярском, Москвой, Владивостоком и Мурманском. Народное голосование будет идти до 21 декабря на сайте Дома молодежи. Перейти на ресурс вы можете прямо сейчас, отсканировав QR-код, который видите на экране. Наш город поддержали уже более 170 тысяч человек. И вы тоже можете изменить статистику. Напомню, звание молодежной столицы дает право принимать мероприятия всероссийского масштаба, участвовать в культурных и образовательных проектах. Я проголосал сегодня за Омск, потому что хочу, чтобы наш город развивался. И рост как можно интенсивнее. Мы можем принимать участие в интересных событиях. И если наш город выиграет, то этого будет как можно больше. И я хочу, чтобы так было. В нашем кадетском корпусе обучается много молодых людей, которые станут будущим нашей страны. И такие проекты глобального масштаба, реализуемые в Омске, могут помочь нам в этом. Нет воды или тепла, не движется очередь в детский сад. Чиновники или коммунальщики больше не смогут обходиться отписками. Все благодаря новой платформе «Обратная связь» — открытый диалог власти и граждан, которая создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Пилот по ее внедрению в стране начался в 2019 году. В Омске сейчас проходит обучающий семинар. В нем участвуют руководители муниципальных районов, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Как отмечают эксперты, платформа «Обратная связь» является подсистемой портала госуслуг и позволяет гражданам в оперативном и упрощенном порядке обращаться в органы исполнительной власти с любыми жалобами. Добавлю, с 1 января 2021 года поступило свыше 123 тысяч обращений граждан. В настоящий момент к платформе уже подключились больше 2000 организаций региона. Пожар в Тарском районе унес жизни двоих человек. Один из них – смотритель гиперархиальных зданий Геннадий Круглов. Как сообщили в МЧС в селе Екатерининское, загорелся одноэтажный дом из бруса. В это время в здании находились двое мужчин. На них обрушилась кровля для тушения огня. Было привлечено 10 единиц спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя почти 5 часов. Отмечу, что Геннадий Круглов также известен как смотритель экологической тропы Екатерининский бор, пролегающий к территории природного заказника урочища Екатерининская. Построила бизнес на липовом меде, и пчелы здесь ни при чем. А теперь дает показания в изоляторе. Мошенница из Ростова обманула омских пенсионеров на несколько десятков тысяч рублей. Нехитрое производство. Женщина организовала прямо у себя дома из незамысловатых продуктов. Воды, муки, сахара и ароматизаторов готовила поддельные интернет-лакомства. Параллельно налаживала контакт с пенсионерами, заводила дружеские отношения, между делом сообщая пожилым людям, что может помочь с покупкой фермерских продуктов. А после продавала им поддельный мед. Она достает банку меда, ставит ее на стол. Я говорю, сколько за банку я вам отдам деньги? Она говорит, 5300. Таким образом, злоумышленница наторговала на 70 тысяч рублей. Теперь ей грозит тюремный срок. Вековечить подвиг бойцов, которые сегодня защищают русский мир, планируют в 72-й школе. Музей образовательного учреждения откроет экспозицию, посвященную специальной военной операции. Для выставки выделят отдельный зал. Какие именно в нем будут экспонаты, пока неизвестно. Руководство школы сейчас занимается их поиском. У некоторых учащихся, как выяснилось, родственники находятся на передовой. Отстаивают интересы Родины и выпускники этой школы. Не исключено, что они передадут музею личные вещи с фронта или же документы, которые, разумеется, не являются секретными. Выполняя поручения нашего президента, нам бы хотелось создать новый зал, новую экспозицию, которая расскажет о событиях специальной военной операции, о ее героях. Мы стараемся сохранить все важные для страны события. Музей 72-й школы в этом году отмечают юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Здесь открыт большой зал, посвященный событиям Великой Отечественной. Экспонаты собирали поисковые отряды. Что касается темы спецоперации, сегодня по всей стране создано уже больше 14 тысяч таких экспозиций. Самая благородная миссия сохранения межнационального мира на своей родной земле так характеризовала деятельность Омского дома дружбы его руководитель Наталья Степанова в эфире радио Монте-Карло-Омск. Она поддерживает слова президента Владимира Путина, что разрушение межнационального, межконфессионального и гражданского согласия – это преступление против России. И в тех регионах, где не дают этому преступлению совершиться, это правильное движение во имя нашей страны, во имя мира, во имя создания народного и межнационального государства. Необходимо сохранять традиции и обряды семьи. Своей семьи, семье мячей и семье россиян. Вот таких учреждений, которые в нашей сфере общения, которые выходят на Омский дом дружбы, с какими-то даже просьбами или совместной работой больше 900 за эти годы собралось. Мы сегодня уже не говорим о локальных мероприятиях Омского дома дружбы. Мы говорим о крупнейших проектов межнационального характера, которые носят даже не региональный, а уже и межрегиональный и международный характер. Семь тысяч юных мячей побывают на губернаторских елках. Это школьники-отричники и дети, которые получают меры социальной поддержки. А также члены семьи мобилизованных и мячей. Всем ребятам вручатся ладки и подарки. Губернаторские елки пройдут в двух учреждениях культуры. Омской филармонии и Северном драматическом театре имени Михаила Ульянова в Таре. Что касается праздничной афиши, в нее вошли премьеры спектаклей, новогоднего мюзикла, театральные миниатюры. А в финале зрителей ждет яркое дефиле героев. Чтобы впечатлить ребят, отшито более 200 красочных костюмов и головных уборов, подготовлены декорации и сценический реквизит. А уже сегодня стадион «Красная звезда» приглашает на самый большой городской каток. А парк 30-летия ЛКСМ обещает катание самых высоких в Омске горок. Ждут гостей и в сибирских владениях Деда Мороза. Будь туда не близкий, ехать в большеречи, но маршрут будет самой настоящей сказкой, обещают организаторы. Слово Денису Жаркову. А медведь не спит, все на нас рычи, тупи горе! В гостях у разбойников на Кудакиной горе не соскучишься. Доведется и от медведя побегать, и посоревноваться в сметании самоцветов. Это лишь одна из десяти локаций сибирских владений Деда Мороза. В музее-заповеднике Старина Сибирская гостей ждут три десятка сказочных персонажей и развлечения на любой вкус. От подвижных игр на свежем воздухе до мастер-классов и кукольного театра. На ледяной скамеечке старик сидит, Мороз Иванович, да ледяные комочки ест. По вечерам Старина Сибирская превращается в настоящее сказочное царство. Волшебную резиденцию записались более четырех тысяч человек. 350 побывали здесь за первые два дня работы. Дорогие наши друзья, и маленькие, и большие, наступила пора для долгожданных встреч новогодних. Приглашаем вас посетить сибирские владения сибирского Дедушки Мороза с нетерпением. Жду вас в гости. Чтобы хорошо провести время зимой, не обязательно покидать Омск. В парке имени 30-летия в ЛКСМ открылись горки, на которых можно прокатиться на ватрушке или ледянке. На горке очень весело, очень хорошо кататься, хорошо, что их открыли. А это Красная Звезда. Здесь открылся самый большой городской каток, размером 150 на 85 метров, площадь около 13 тысяч квадратов. В честь открытия показательные выступления, праздничное настроение мячам создавали талисманы авангарда «Ястреб» и спортшколы Красная Звезда «Мишани». А гвоздем праздника стало яркое народное фаер-шоу. Настроение у нас хорошее. Мы долго сидели дома в морозы и дождались, что можно выйти, можно покататься, порадоваться. Со вторника по пятницу каток работает с 18 до 22 часов, с субботы и воскресенья с 15 до 22. Взрослым выход на лед обойдется в сумму от 100 до 200 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Денис Жарков, Павел Манжос, 12 канал. Устроить праздник даже для тех, кто находится за тысячи километров. В Мироновском доме культуры Луганской Народной Республики прошли новогодние представления. Мероприятие организовали волонтеры Шербакульского района Омской области своих небросаемых шоу-студия «Маскарад». Гости поздравили ребят с наступающим Новым годом и порадовали детей сладкими подарками, которые им вручили волонтеры. Подарки собирали неравнодушные жители Омской области. Продержалась недолго американка Тайлер Скейф. Баскетбольная команда «Нефтяник Титан» прекратили трудовые отношения по обоюдному согласию сторон. Спортсменка из США уже покинула наш город. А вот и рекпитан Озима Маду из Великобритании в составе «Волчиц» готовится к предстоящему поединку против команды «Ника». Подробности узнаем у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Первый легионер в истории БК «Нефтяник Титан» американка Тайлер Скейф покинула Омскую команду. 20-й номер драфта женской NBA 2018 года подписала контракт с «Волчицами» в конце сентября. В трех матчах премьер-лиги и одной игре Кубка России Скейф набрала в общей сложности 11 очков, сделала два перехвата, один подбор и одну передачу. Лучшим результатом для баскетболистки из США стали 7 очков в победном кубковом матче со спартой «Эндка», в котором омички взяли верх со счетом 60 на 52. Сейчас в составе «Нефтяника» выступает еще один легионер из дальнего зарубежья – Великобританка Ирек Питан Озима Маду. В минувший четверг она провела первый матч за Омский клуб, набрав три очка в игре с УГМК. Напомним, свой следующий поединок «Волчицы» проведут на этой неделе – 21 декабря. На домашней площадке «Нефтяник Титан» примет Нику из Сыктывкара. После серии из четырех подряд поражений подопечные Елены Лазуткиной опустились на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице. Команда из столицы республики Коми расположилась на седьмой строчке в табеле о рангах. Амичи завоевали четыре награды всероссийских соревнований по подводному спорту «Снежные ласты». Соревнования проходили в Томске. В турнире участвовало около полутисячи спортсменов из Москвы, Омска, Новосибирска и Екатеринбурга. Всего из 12 республик, краев и областей нашей страны. Амичка Майория Бабылова в плавании в ластах на дистанции полторы тысячи метров заняла второе место, а также завоевала бронзу на дистанции 800 метров. Тимофей Дзимбо дважды поднялся на третью ступень педестала на дистанциях 50 и 100 метров в классических ластах. В Омске определили победителей Кубка губернатора по боксу. Традиционные соревнования прошли в 19-й раз. В числе победителей в своих категориях Екатерина Карпушина, Виктория Горбатюк, Анастасия Ландышева, Александр Киселев, Егор Губин, Данил Билан и другие спортсмены. По итогам турнира будет формироваться юношеская сборная Омской области на новый спортивный сезон. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Если радио, то максимум 105 FM в Омске Аномальные морозы позади, а значит, самое время отправиться в путешествие вокруг света. Много веков назад такому приключению предшествовала долгая подготовка. А сейчас о мечам достаточно заглянуть на Зеленый остров. Там уже вовсю царит зимняя сказка. В нее окунулся и мой коллега Петр Смольников. Как театр начинается с вешалки, так и каток начинается с проката коньков. Предусмотрено более 400 пар. Мужские, женские, детские, абсолютно любого размера. И надо отметить, качество инвентаря, оно современное, свежее, что достаточно редко встречается на городских катках. В парке вокруг света, если вы не совсем уверенно стоите на коньках, не придется потешать толпу. Ведь на такой случай всегда есть помощник фигуриста. Дополнительная услуга, которая однозначно добавит вам мобильности. Ну и в принципе будет таким приятным аксессуаром для вашего фото. Я смотрю, вы воспользовались услугой помощник фигуриста. Да, потому что фигурист сегодня вообще не фигурист. Помогает он? Помогает, конечно. А вам как катается? Хорошо? Очень хорошо. Все здорово. Просто вот прям зимняя сказка. Поднимается новогоднее настроение. Площадь катка почти 2500 квадратных метров, что эквивалентно практически двум хоккейным коробкам. Единовременно здесь могут кататься почти 600 человек. Так что достаточно просторно. Отдельно отмечу иллюминацию. Это действительно очень эстетично, очень красиво. Уже, наверное, тысячу фотографий сделал за время нахождения здесь, но не могу себе снова и снова отказать в удовольствии. Добавлены подсветки, фото-зоны. Мы в этом году подсчитали количество гирляд, которые используются для украшения нашей территории. Сами приятно были удивлены. Порядка 15 километров. Каждые выходные и пятницы, субботы, воскресенья, активные новогодние праздники. Мы будем радовать гостей всевозможными программами, разными по стилю музыкальными группами, и хроническими артистами. Я думаю, в этом году особо будет интересно абсолютно всем посетителям. И все, внимание, на колесо обозрения. Девочки, мальчики, девочки, девочки, девочки. Итак, на наших глазах разрешилась интрига у новоиспеченной семьи. Совсем скоро будет мальчик. И это действительно здорово, атмосферно все прошло. И такая услуга доступна для всех желающих. Поэтому ищите подробности на ресурсах парка. К концу декабря закончится монтаж елки на центральной аллее. А в терминале появятся детские игровые автоматы. Двери парка открыты ежедневно. Выход на лед с 12 дня до 10 вечера. Для многодетных семей и маломобильных граждан предусмотрены скидки. Петр Смольников, Илья Яковленко, Сергей Скосыльский, Матвей Ковальчук. 12 канал. И о погоде. Завтра, 20 декабря, в Омске переменная облачность в ночное время минус 12-16. Днем до минус 15. В районах также переменная облачность ночью до 19 градусов. Ниже нуля дневная температура минус 14-16. Ветер южный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин